Всем здраво друзья, с вами Мамонт. В этом видео вы увидите удаленные, недобавленные, редкие скины и предметы. Короче, то, чего возможно вы никогда не видели в standoff 2. Разработчики иногда удаляют кое-что со standoff, или не добавляют, но оставляют это в файлах игры. И все это сегодня вы увидите, поэтому желаю вам приятного просмотра. Ребят, это очень важно. Не перематывайте, пожалуйста, смотрите до конца. И сейчас я хочу сказать вам про свой телеграм-канал. Там я не рекламирую шлак. То есть, там вообще нет рекламы. Только моя аудитория. Только полезная информация. Про трейд, про мои новые ролики, какие-то мемы, приколы, сливы обновлений. То есть, только личная информация. Без всякой говна рекламы. Поэтому, ребятушки, ссылка на мой телеграм-канал в описании. Добро пожаловать в семью. Мне интересно читать, что вы там пишете, как вы комментируете посты и так далее. Это чисто для меня и для вас. Заранее хочу извиниться за качество. Ну, просто лучше не нашел. Итак, многие говорят, что этот керамбит это просто обыкновенный керамбит в стендоффе без скинов. Но, я кое-что нарыл и вспомнил, что настоящий керамбит без скинов выглядит именно вот так. То есть, серый керамбит с черной рукояткой это обыкновенный керамбит без скина. А тогда что это такое? Получается, это отдельный скин на керамбит. Серебряный керамбит, ребятушки. Серебро керамбит. Сильвер керамбит. На самом деле, нету информации об этом керамбите. Никакой. Просто он есть и все. Все, существует. Названия никакого тоже нету. И до сих пор никому неизвестно. То есть, получается, возможно, разработчики реально хотели добавить сильвер керамбит, но потом забыли удалить его из файлов игры. А также, в игре присутствовал керамбит антиэнд. Его убрали и вместо него добавили керамбит клав. Или клоу. Он намного лучше, естественно, поэтому я не против, что этот нож удалили. Но с этим ножом переборщили. До сих пор его не добавили. Столько времени прошло. Все просят. Везде в комментариях читал. Столько раз под роликами, где его упоминал, везде пишут. Блин, вот бы отцы добавили. И его не добавляют. Разработчики не добавляют. Обратно этот керамбит. Но я бы хотел его видеть в игре. Хотя бы на Хэллоуин, как отдельный ножик для режима. Не знаю. На самом деле, возмущаться не стоит. Вот я вам показал пример. То, чего не стоит делать. Потому что, если разработчики решили удалить какие-то скины. Они, значит, так решили. Это их игра. Поэтому плакать уже поздно. И ничего они не вернут. Нужно просто надеяться на какие-то красивые новые скины. Например, новые керамбиты. Которые добавили на новый год. Они прям прекрасные. Вот мне не нравятся. Поэтому не фиг ныть. А мы погнали дальше. Многие знают этот АКР. Да, это уже баян. Но я все же должен вставить его в это видео. И я нашел кое-что новое. Новую информацию насчет этого калаша. Были истории, что его удаляли. Там выставили случайно на рынок. Убрали его. Кстати, в прошлом видео я об этом говорил. Но теперь я нашел подтверждение своим словам. Где его реально выставляли на рынок. Этот скриншот сделан из одного видео ютубера. Я оттуда заскринил. Потому что это файлы игры. Точнее пакеты данных. Которые разработчики отсылают в игру. И там замечен АКР спорт минус 28. Еще и статрек версия. Или true. Я не знаю, что это значит. Но возможно есть и статрек и не статрек. Коллекция nameless. Ну и если это nameless, то 100% нет статрековской версии. То есть разработчики добавляют некоторые скины в nameless коллекцию. Тайно. Никто не видит. Есть ли этот скин в игре или нет. И когда уже разработчики решают его выдавать игрокам. Он внезапно появляется на рынке. Ну а дальше будет еще более удивительнее. Теперь скины, которые присутствовали в игре. Можно было с ними играть. Но потом их удалили. Еще и оружие. Первый скин это эмочка evil. Который был только у разработчиков. Обычные игроки играть с этой эмкой не могли. Только если разработчик, либо около разработчик, выбросит им его в катке, либо в закрытом лобби. Это было очень давно. Поэтому возможно и неправда. Да ладно, знаете, есть такая поговорка. Это было давно, значит неправда. Или как-то она по-другому говорится. А. Это было давно. И неправда. Напишите пожалуйста в комментариях эту поговорку. А то я немножечко туплю. Следующий скин, который также удалили, он также был у разработчиков. Это Glock Casual. Короче, все, проехали. Потому что при этот Glock Casual я говорил уже миллион раз во всех видео. И мне просто стыдно сейчас его даже упоминать. Еще раз, сори за качество. Это леденец, который давался в новогодних режимах. Вот и все. А этот M40 выдавался на новый год. С 2019 по 2020 год. Красивый скин, который просто так удалили. И все. Мы его никогда не увидим. Это M40 Winter Sport. Ребят, у нас есть авик Winter Sport. Это M40 Winter Sport. Ребят, ну это жесть. Я очень сильно надеялся, что ее добавят в окончании режима. Типа, когда уже режим уберут, M40 появится где-то в акции, либо на рынке. Но, к сожалению, не появилось. Все. Это утерянный скин 2020 года. К сожалению. Многие помнят эти береты. Они также были добавлены 2020 года. Но я кое-что заметил. Очень интересные. Здесь, типа, все нормально. Синие береты, все норм. Обычные мы с ними играли. Они стреляли снежными шариками. Это было классно. А я, кстати, вспомнил поговорку. Это было давно и неправда. Вот так вот. А вот продолжение, ребятушки. Смотрите. Один из бластеров оранжевого цвета. Хотя в самой игре не было оранжевого бластера. Этот бластер был только на заставочке режима. Получается, разработчики просто создали бластер, покрасили его. Но, к сожалению, не добавили. Ну, я имею в виду, именно расцветку не добавили. Возможно, это был один бластер за КТ, а второй за Т. Но почему-то добавили только синий. Ну и иконка шапочки. Если вы надевали шапочку, вы становились злым Дедом Борозом, который убивал всех подряд, снежками подрывал. Ну, в принципе, это было весело. Этой картинке больше года. И на ней находится недобавленный нож. До сих пор не добавили этот нож. Если присмотреться, видно ножик с вырезом. То есть, это типа нож, как М9, только с дырочкой. Вот это, ребят, поворот. И до сих пор этого ножа в стенд-офф 2 нету. Вот я, ребятушки, жду, когда уже его добавят. Это, ребятушки, отдельный ролик про удаленные ножи. Только про ножи. И там интересные странные подробности, секретные информации. И это очень круто. Поэтому желаю вам приятного просмотра. Продолжение следует...